Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре будет тема переделки старого пылесоса, в данном случае Урал. Суть переделки заключается в том, чтобы поставить вместо старого двигателя, который уже пришел на негодность, чтобы не искать на него запасные части, двигателя от более современного пылесоса. Очень часто, потому что у меня спрашивают, где достать якорь, где достать статор, где достать крыльчатку. То на AV600, то на A600 двигатель интересуется. Ответ один, только у старьевщиков, и то если повезет. И бывают такие вопросы, что что мне делать, я не нашел запчасти, пылесос выкидывать жалко. И тогда я людям объясняю, что можно взять двигатель от другого пылесоса и установить. Но не все знают, каким образом это происходит. Кто-то спрашивает, а будет ли работать, а как вообще это сделать. Сейчас я вам покажу самый такой яркий пример, который я чаще всего делал. Самую такую простую переделку. То есть вот у нас корпус, полностью точный пылесос без двигателя. И сам двигатель. Двигатель снялся с бушного пылесоса. Проведена полностью профилактика, подшипники все смазаны. Прошлифован коллектор. Щеточки тут в отличном состоянии. Сам двигатель отличный. Для этого нам понадобится паяльник, отвертка, ну и немножко смекалки. Чтобы открыть пылесос, именно вот эту модель, Урал, мы откручиваем два болта. Здесь мы видим, они в свободном доступе, на более современном пылесосе. Надо будет сдвигать накладки. По краям ручки накладки пластмассовые. Их просто сдвигаем, под ними будет слой. После чего поднимаем крышку. Видим все его внутренние части. Крышка. И внутренняя часть. Сам, конечно же, индикатор заполненности пылесосборника уже не работает. Но двигатель, в принципе, на место встает. Вот я подготовил паяльник. Дал провода. И теперь хочу вам показать, каким образом я буду подключать двигатель. Здесь все банально. Здесь мы видим выход. Одна клемма. Вторая клемма. Все, сюда подается напряжение после выключателя. Ничего дополнительного здесь не надо. Также часто задают вопрос, где взять конденсатор, какой поставить, какой он стоит. Ребята, он особо никакой роли не играет. Единственное, что конденсаторы ставят, если какая-то радиоприемная аппаратура работает, чтобы исключить помехи, шуршание, шипение. Для этого ставится. А так как у нас в основном аппаратура вся на импульсных блоках питания, там свои фильтры, как бы это не грозит. Поэтому особо никакого толку конденсатор не дает. Мы его просто выкидываем и подключаем напрямую двигатель. И все. Никаких проблем не будет. Сейчас я облужу провода, подключу, удлинюсь, покажу вам, как будет садиться двигатель. После чего закроем все, проверим. На дальнейшем будем смотреть, как себя проявит данная переделка. Переделка уже не первая. Довольно большой опыт накоплен. Такие двигатели я ставил и в корпуса пылесоса ракеты, и в циклоны, и в чайки ставил. Практически вовсе я вихрь 11 ставил. У меня есть переделка на канале, где я установил корпус двигателя вихрь 11 пылесос от Самсунга. Туда также от LG подходит. Ну, хватит болтать. Начинаем припаять. Вот тут я поставил дополнительный уплотнитель с более мягкой резиной. Вот я подпаял провода. Ставим. Провода выводим. Сейчас перекоротку установлю. И, конечно же, надо будет под двигатель рассчитать толщину прокладок, чтобы двигатель прижимался к нижней части, чтобы он не болтался, если даже перевернуть сам блок верхний, чтобы он никуда не смещался. Пылесос я закрыл. По прокладкам там ничего не надо было добавлять. По высоте он подошел, как и старый A600. Крышка плотно прижимает его. Включил. Прежде чем шум начнется, хочу сказать, что тяга намного увеличилась. Шумность стала потише, чем раньше работал. Звук поприятнее. Перегрева бояться не стоит. Как бы особо сильно этот двигатель не нагревается. Вот. Ну, в принципе, все остальное слушайте сами. Мощный агрегат получился. Мощный агрегат подарить вторую жизнь потому что еще встречаются те люди кто хочет восстановить старый пылесос оставить его про запас или продолжает им пользоваться привычка да и просто может нравиться чтобы особо не заморачиваться меняется двигатель лучше брать конечно пылесосов старых выпусков когда так 2005 2008 тогда еще более-менее лучше делали движки довольно надежные а так в принципе зарубежных пылесосов можно установить двигатель практически в любой отечественный корпус доводилось устанавливать даже в аудру хотя кто знает там крепление довольно учерные и под конкретный двигатель но и там тоже можно помозговать и подключить а так примитивная переделка все просто проще уже некуда старый вытащил новый поставил подогнал крепление все а на этом все видео обзор я считаю законченным если будут у кого-то какие то вопросы задавайте ставьте палец вверх не забывайте подписаться на мой канал ну конечно же всем удачи в ремонте всем пока